Всем привет, с вами Трекстерина, это самый быстрый гайд по Mobile Legends, и сегодня у нас Минотавр! Знаете, Минотавр очень похож на доброго такого человека, терпение которого часто испытывают. Заведи детей, выключи свою музыку, ща рэп будем слушать. У нас на работе сокращение. Звуки интеллигентной ярости! В связи с этим у Минотавра есть два состояния, обычное, такое добренькое, и состояние ярости! В обычном состоянии под первым скиллом Минотавр просто раскручивается вокруг в маленьком радиусе, замедляя и нанося урон противнику. Но в состоянии ярости его радиус увеличивается почти в три раза! Вторым скиллом Минотавр хилит своих союзников на небольшое количество здоровья. Но в состоянии ярости его хил увеличивается в три раза! Ульта в обычном состоянии заставляет Минотавра легонечко бахнуть по земле три раза, что нанесет чистый урон. Но в состоянии ярости он долбит землю так страстно, что враги аж подпрыгивают, а урон увеличивается. А теперь поговорим о самой ярости. Ярость копится от нанесенного Минотавром урона. Но не от количества самого урона, а от количества ударов этого урона по противникам. Например, Минотавр ударился, ярость копится. Минотавр раскручивается с первого скилла, ярость копится. Маска горит, ярость копится. Но не забывайте также одну интересную особенность, что после удара ярость копится еще некоторое время. Это вам нужно знать для того, чтобы эффективнее накапливать ярость, чтобы использовать ее как раз в тимфайтах. Ведь Минотавр наиболее эффективен при режиме ярости. Что покупать? Я собираю сборку под названием ТОП и советую вам всем ей пользоваться. Но как известно, все игры разные и соответственно возможно какие-то предметы нужно менять по ситуации. Какой навык выбрать? Но думаю для эффективных влетов в реализации своего режима ярости с последующей ультой лучше всего подходит вспышка. Теперь поговорим о том, как же за него играть. Если ситуация под вашим контролем в ваших руках, вы можете спокойно за него заходить в файт и его начинать даже без ярости. Но для пущей эффективности, либо когда ситуация не в ваших руках и вам требуется эффективный стан, лучше ярость копить заранее. Бейте лесных крипов незадолго до драки и накапливайте себе ярость приблизительно на 75%. И уже в драке вы можете эффективно реализовать свою ярость при помощи ульты первого и второго скилла. В вашем пике неплохо было бы иметь бойца или второго танка, который будет иметь перманентный стан, чтобы уже под него заходить и давать свой ульт первой и второй скиллы. А также учитывая, что его недавно апнули и ярость теперь набирается в два раза быстрее, Минотавру бы уже давно пора вернуться в мету. А вот в общем-то и весь Минотавр. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого персонажа, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Трекстерина, всем удачных каток! Субтитры сделал DimaTorzok